Аллилуйя! Приветствую вас, дорогие телезрители! Слава Богу, что вы смотрите! Пусть вас Бог благословит, и пусть Он придет в вашу жизнь, и через вас придет и благословит ваше окружение, и страны, где вы находитесь, живете, или в поездке, или работаете в командировке там. Пусть вас Бог благословит и использует вас для твоей славы, для своей славы. Для нас это большая не только ответственность, но и привилегия слышать Слово Божие. А когда это для нас привилегия, мы становимся ответственными за слова, которые мы слышим, и за проповеди, которые мы слышим. Потому что чаще всего проповеди подталкивают нас к действиям. И если я просто слушаю, и мое сердце наслаждается, о, как хорошо говорят, о, на этом не все. Мы должны действовать. Не забывайте, что после каждой проповеди мы должны делать для себя заключения, выводы, и действовать на основании этого слова. Потому что люди, очень много людей молятся и у Бога спрашивают вопросы. И я верю, что Бог работает со мной таким образом, что передает некоторые вещи, даже не взначай, даже я не осознавая, могу, Бог через меня может ответить вам и сказать ответ в вашу жизнь, информацию. И еще, если мы сегодня хотим быть в духовном тонусе, чувствовать себя прекрасно, вы знаете, что многие верующие чувствуют себя плохо, они в каких-то депрессиях, в каких-то проблемах, вы знаете, как бы несостыковка, ты же верующий, ты же с Богом, почему ты поникший такой, почему ты такой печальный. А дело все в том, что есть вещи, которые ведут нас к радости, а есть вещи, которые нас ведут к печали, к депрессии. И вот знаете, никогда нельзя оставлять две вещи, молитва и хвала. Мы должны молиться, читать Слово Божие, разговаривать с Богом, иметь живые отношения, и также мы должны хвалить Бога в песнях. Если ты не поешь, ты не настоящий верующий, тебе нужно воспевать имя Иисуса. Меньше петь я-я-я, больше петь ты-ты-ты, Господу направлять, хвалить Его, говорить Ему, что ты прекрасен, делать это от всего сердца. И иногда себя надо дисциплинировать в этом. Иногда нет желания, и люди спрашивают, а что если нет желания хвалить Бога? Дисциплинируй себя. У тебя нет желания ходить на работу, ты же ходишь. У тебя нет желания просыпаться по утрам, ты же просыпаешься. У тебя ко многим вещам нет желания, ты дисциплинируешь себя, у тебя вырабатывается привычка, и потом ты уже не знаешь, как без этого жить. И еще молитва, Слово Божие, прославление. Обязательно нужно петь Иисусу, Бога Отцу, воспевать Духа Святого. Нам нужно это, нам нужно хвалить Бога. Есть голос, нет голоса, это не важно. Бог это принимает от нашего сердца. И еще, нужно обязательно о ком-то заботиться. Вам, как верующим людям, я знаю, что большинство людей меня смотрит, верующие, не неверующие. И поэтому я перестраиваюсь и говорю к верующим, что наша задача найти людей, о которых мы можем заботиться. Кто-то говорит, я такой слабый сам, так найди еще слабее. И ты будешь таким сильным, и ты будешь таким умным, таким значимым, таким влиятельным. И начни просто заботиться о нем. Начни с того, что, например, могу я молиться за тебя, какие у тебя проблемы. Знаете, как людям это приятно, когда им проявили внимание, и молятся за них, это первое. Помогают им, встречаются с ними, общаются с ними. Поэтому найдите людей обязательно. Если у вас таких людей нет, вы не настоящий христианин. Вы думаете, что вы христианин. А я вам говорю 100%, вы не христианин. Вы верующий, который обманываете самих себя. И Иаков об этом прямо говорит. Поэтому мы вот такой жизнью живем. Мы отдаем все Богу. Бог отдает нам все. Но когда Бог нам все отдал, мы это отдаем ближнему. Мы обязательно должны о ком-то заботиться. Мы должны о ком-то молиться. Обязательно. Представьте, мы плод чьих-то молитв. Просто вдумайтесь. Если бы кто-то за нас не молился, с чего бы мы стали верующими? Да мы Бога не то, что не любили, мы его не знали. Мы не знали Бога. Это может я знал? С детства слышал о Боге. И то, только в 17 лет я встретился с ним. Аминь. Тема проповеди будет называться «Отчаянная вера». Если хочешь исправить свою жизнь, то тебе нужна отчаянная вера. Знаете, отчаянная вера – это когда тебе больше нечего делать. У тебя больше не остается никаких вариантов, функций, комбинаций, как можно решить проблему. Смотрите, как происходит. У человека наступает, например, какая-то ситуация, проблема. Первое. Он ее решает. Каким образом? Сам. Правильно? Обычно мы живем по каким принципам? Сам себе не поможешь, никто тебе не поможет. Сами решаем свою проблему. Но есть такие проблемы, ситуации, которые мы уже не в силах изменить. Мы не в силах решить эти ситуации. И мы понимаем, что эта ситуация или проблема давит нас. Она нас прижимает. Вот просто себе представьте, если вы тот человек, который ходит с такой тяжелой информацией. У вас какой-то диагноз, вам поставили неизлечимой болезни. Представьте, каково вам. Все радуются, а вы-то вряд ли. Вам тяжело. Вам поставили диагноз. Дай Бог, чтобы это была ошибка. А что, если это не ошибка? А что, если это правда? А что, если маленькая смерть превратится однажды в большую смерть? Вырастет в вашей жизни этот хищник и сожрет ваше тело. И вам уже будет ни до чего. Ни до чего. Хоть бы ходить своими ногами. Вы уже забудете о каких-то там вообще мечтах. Вам бы лишь выжить. Как ты тогда будешь делать? Что ты тогда будешь делать? Когда ты окажешься никому не нужным. У тебя исчезнут твои друзья, близкие. Может быть, кто-то и будет тебя навещать. Но тебе это не будет помогать. И тогда тебе придется отчаянно верить. Тебе придется. Ты никуда не денешься. Перед тобой дышать будет смерть. И только тихий голос будет звучать тебе. Давай, начинай верить. Ибо все возможно тому, кто верит. Почему? Потому что он верит, основываясь на Боге. На том, что может сделать Бог. В нашей жизни появляются тупиковые ситуации. Только для того, чтобы мы начали верить в невозможное и действовать. Что толку, что ты просто веришь в невозможное? Например, я скажу вам, как неправильно верить. Я верю, что Бог может сделать все. Ничего у тебя не произойдет. Ничего. Потому что не Бог будет это делать. А тебе нужно сделать определенные действия, чтобы из дома Бога вышла сила и решила твою проблему. Чтобы от Него и зашла сила, тебе нужно что-то сделать. Бог провоцирует тебя, ты своей верой провоцируешь Его. Ты можешь так спровоцировать небо. Такое чудо может произойти. Просто невероятно. И это, знаете, не придет от легкой жизни. Если у нас все в порядке, у нас никогда не будет хорошей веры. Но, если в моей жизни в порядке все, благодаря твердой вере, отчаянной вере, настоящей вере, активной вере, вот тогда нормально. Хочешь привести свою жизнь в порядок, у тебя какие-то нерешимые проблемы есть. Есть такие, знаете, камни. Вот ты идешь, например, ты видишь какой-то камень булыжный. Берешь его, поднимаешь. Такой подержал, такой, о, тяжелый какой-то. Такой берешь, другой, знаете, побольше уже такой. О, какой тяжеленный-то. Вряд ли я там километр даже с ним пройду. А есть такие валуны. Ты такой уже даже не пытаешься его поднять. С детьми ходили на рыбалку, там, камень поднимешь, червяки раз-то. А бывали такие камни, что никак не поднять. Червяки-то нужны, а камень не поднять. Бывают такие проблемы, с которыми ты смирился. Тебе не поднять ее в жизни своей. Твоя ситуация неподъемная. У тебя что-то не решается. Тебе не жениться. Или тебе денег не заработать. Или ты просто несчастный. Или ты просто неудачник. Запомни, что если ты таким находишься, то ты на пути, и с тобой может произойти великое чудо. Потому что чем хуже обстоятельства в твоей жизни, чем хуже обстоятельства в твоей жизни, тем, значит, лучше ситуация для веры, для проявления веры. Представь, если у тебя так более-менее все в жизни, у тебя не будет активной веры. Ты не будешь человеком веры. И, соответственно, ты никогда не будешь похож на Иисуса Христа. А ты не похож если на Иисуса, то какой смысл вообще в твоем христианстве? Мы преображаемся в образ Бога. Мы преображаемся в образ Иисуса. И это и есть наша цель жизненная. Быть как Он. Мы никогда не станем Им, но мы можем становиться похожи. Он у нас пример. Он образец для жизни христианина. Через трудности и проблемы Бог провоцирует в нас веру. Мы думаем, почему трудности в моей жизни? Почему у него нету трудностей? У нее нету трудностей? Почему она так классно живет, и у нее все в порядке? Знаете, почему? Потому что я чего-то не знаю. Я не знаю, что они у нее есть, оказывается. Просто мы умеем скрывать это. Но, если ты тот человек, у которого постоянно проблемы, трудности, то я думаю, что это на языке Бога. Бог тебе говорит, давай, вставай! И начинай верить. А что я начинаю верить? Ты такой, знаете, услышал такое в духе своем? Давай, вставай! Раз такой, встал со стула. И такой, дальше Бог тебе говорит, начинай верить! И такой, Господи, я верю, что ты есть. Дьявол ржет, рядом сидит, и говорит, и я тоже верю. Я так же, как ты верю, христианин. Я даже больше верю, чем ты. Понимаете? Недостаточно просто верить в существование Бога. Это не считается даже верой. Это, я скажу так, если ты не веришь в Бога, это что-то ненормально. У тебя течет где-то. Это нелогично. Это нелогично, что никого нету. Это только, знаете, это надо применить массу сил, чтобы заставить себя, и то у тебя не получится, что Бога нету, Творца нет, как само появилось. Просто вот представьте себе, небоскреб стоит, там движение внутри, офисы, квартиры, магазины, центры. Просто подойти, так человеку сказать, знаешь, однажды он сам появился. Ну, это абсурд, это как бы иное, это даже невозможно представить, даже если постараться представить, вот просто неделю потратить, на что представить, у тебя просто не сможешь это сделать. Отчаянная вера, это самая мощная и чистая вера, в которой больше нет надежды на себя. Вот, братья и сестры, до тех пор, пока мы еще надеемся на себя, мы так и не вкусим Бога, мы не увидим его проявления. Почему Бог с израильским народом такими странными методами работал? Вообще так выводил, с такими болями из Египта, чтобы они начинали верить в него? Почему Бог сказал им, я веду у вас в землю молока и меда, где течет молоко и мед, раз они приходят к стенам. Вот представь, тебя Бог ведет, ты реально веришь, что тебя Бог по жизни ведет, и реально ты приходишь в своей жизни к стене, и такой, стена, окей, смотришь сюда, здесь стена, туда смотришь, там стена, туда смотришь, и она не кончается тут направо, налево, и главное вверх смотришь, и тебе голова кружится, и стена такая вообще непреодолимая. И зачем Бог таким стенам подвел свой народ? Чтобы показать, что только благодаря вере в Бога и действуя на основаниях Слова Божьего, ты можешь жить на этой земле, имеешь легальное право. И что мы видим? У них не было стенобитных оружий. У них была вера. Бог сказал, будете обходить этот город, и потом будете дудеть и кричать. И стены рухнули. Твои обстоятельства рухнут от твоей хвалы. А то, что ты начнешь верить. Послушай, если ты поверил, что какой-то есть булыжник, камень, каменюка в твоей жизни, не сдвигаемый, вес в твоей жизни, это я к себе говорю лишний, что-то денежная у тебя дыра в кармане, ты туда, что бы ты ни положил, там никогда нету у тебя. Знакомо людям такое? Вот знаете, есть люди, которые хотят реально накопить, но нету. Они просто складывают туда, у них дырка. Они складывают, а потом руку туда раз, нету. Как? Я туда же клал. Я же пытался что-то скопить, денег каких-то, что-то потом нормально сделать. И нету, 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 вера нужна. Нужна вера. Нужна вера, чтобы полюбить кого-то. Знаете, в жизни нету смысла. Я скажу так, жизнь теряет самый настоящий смысл, когда у человека нету любви. Он не любит другого человека, он не любит никого. Он эгоист. И тогда смысл пропадает. И его, соответственно, никто не любит. А если кто и полюбит, разлюбит. Эгоиста невозможно любить. Должна быть ответность всегда. Понимаете? Почему у многих людей не получается с Богом? Они начинают верить, потому что они не приняли природу Бога. Они эгоистами были, они никогда ничего не давали. Так любовь, она всегда дает. Если в твоей жизни нету любви, благодаря вере, отчаянной вере, ты можешь изменить эту ситуацию. Если у тебя безденежно, ты благодаря вере можешь изменить ситуацию. Если у тебя есть приговор в виде диагноза, уже приговор тебе подписан, точка стоит. Холодно принимаешь этот диагноз. Без восторга. Без всякой паники. И говоришь, во имя Иисуса Христа. Здесь запятая, никакой точки. Здесь продолжение. Здесь жизнь. И жизнь с избытком. И я не надеюсь на себя. И я знаю, что медикаменты мне просто продлят мучения, а не жизнь. Я утверждаю, что я полностью исцелен в своей жизни. Понимаешь? Когда тебе врачи говорят, дорогой человек, извините, но вы труп. каково тебе? Ты что, ждешь, чтобы вера в твою жизнь таким тараном пришла? Начинай сейчас верить, когда более-менее все. Начинай орать. Более-менее это сетка. Ты попал в сеть. Более-менее. Жизнь более-менее. Какая жизнь более-менее? Какая жизнь более-менее у Иисуса была? Или у учеников? Какая жизнь более-менее у Бога? Просто представьте себе, Бога с жизнью более-менее. У него нету жизни более-менее. У него полноценная жизнь. Он личность. Успешная. Счастливая. Любящая. Добрая. И даже если ответного ничего не имеет, он такой. Понимаете? И нам нужно быть такими в жизни. Безысходность это ключ к отчаянной вере. когда у тебя больше не на кого будет надеяться. Не на кого. Сейчас у тебя есть еще надежда. Ты надеешься на свое здоровье. Ты знаешь, что ты завтра встанешь и пойдешь и будешь это делать. Но когда у тебя ноги не встанут и не пойдут, ты поймешь, что это произошло. Может быть, это даже духовные ноги. то тебе придется верить или ты умрешь. Давайте прочитаем. Мы много раз про нее говорили, про эту женщину, про этот случай, но сейчас прочитаем так, что мы читаем это в первый раз. Это Марка 5 глава 25 стих. Марка 5. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет. Что делала эта женщина 12 лет? Страдала каждый день. Ее каждый день. Ее восход солнца, она глаза открывает, у нее страдания. Она, когда с закатом ложится, у нее страдания. И это каждый день в течение 12 лет до больше трех тысяч. Да? Раз. она мучила, она жила в этом. Дальше читаем. Много потерпела от многих врачей. Разных врачей использовала. Знаете, подружки сказали, я знаю нормального врача, пошла еще хуже, пошла к другому и еще хуже. И стащила все, что у нее было. По врачам бедные люди не ходят. Это вам точно скажу. Если ты ходишь по врачам, у тебя все-таки есть деньги. И эта женщина не была это прокаженные, это нищие. Они болеют, страдают. Они к врачам не ходят. Они просто умирают, их мухи съедают и все. И не получила никакой пользы. Но пришла еще в худшее состояние. Представь, ты что-то делаешь, ты надеешься на себя, и у тебя ничего не получается. Но слава Богу, слава Богу за 27 стих. Услышав об Иисусе, Аллилуйя, слава Богу за этого человека, который рассказал я об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила, если ты веришь, ты обязательно будешь говорить. Запомните, если ты ничего не исповедуешь Слово Божье, значит, ты неверующий вообще, вообще неверующий, ты нерожденный свыше. И говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею, тебе нужно исповедовать свое чудо. И тотчас иссяк у неисточник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Аллилуйя! Что привело ее к этому чуду? Что ее привело к этому счастью, к этому прорыву? Что? Отчаянная вера. больше рассчитывать не на кого. Все, деньги закончились, она истощила все, что у нее было. Все запасы, на счету все соскребла, все, ноль. И в итоге ты не что-то имеешь, а ты ничего не имеешь, у тебя минус. В твоей жизни минус. Дальше читаем. Тридцатый. В то же время Иисус почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде? Послушай, если у тебя есть вера, то ты прикасаешься к Богу, потому что только благодаря вере ты прикасаешься к Богу, не благодаря чувствам, не благодаря знаниям, не благодаря чему, благодаря вере ты прикасаешься к живому Богу. Ты хочешь прикоснуться к Нему, тебе нужна вера. ученики сказали Ему, ты видишь, что народ теснит тебя и говоришь, кто прикоснулся ко Мне? Ученики подкалывают Иисуса, поправляют Его, говорят, Иисус, о чем ты говоришь, тут тысячи людей, постоянно тебя кто-то касается, зачем ты такие вопросы спрашиваешь? Нет, Иисус знал, что Он спрашивает, потому что с Ним что-то произошло. Он, но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, а с нею произошло великое чудо, подошла, пала перед Ним и сказала Ему всю истину. Он же сказал ей, дочь, вера твоя спасла тебя. Ты думаешь, что-то тебе поможет. Да, твоя вера тебе поможет. Иди в мире и будь здоров от болезни твоей. Вы знаете, когда Иисус дает тебе направление, это то же самое, это те же самые слова, когда Бог говорил в начале творения мира. Да, будет свет, стал свет. Плодитесь, размножайтесь, наполняйтесь, Вот то же самое. Здесь Он тоже и говорит, иди в мире твоем, будь здоров от болезни твоей. Больше никогда она к тебе не пристанет. Ты будешь с молодым телом ходить до конца, потому что ты согласилась верить. Вы знаете, Бог как бы и рад не допустить в нашу жизнь проблемы, чтобы мы начали думать и действовать. Он рад, чтобы мы начали действовать с такого более-менее жизни. Вам нужно проявлять, нам, ну всем нужно проявлять действие активно. И когда вам станет очень трудно, такое бывает происходит. Помните, что пусть эти обстоятельства не убьют вас, не задавят вас, а пусть помогут, спровоцируют, выдавят из вас веру. И вы скажете, я собираюсь с этой минуты верить. И по столу можете ударить тихонечко, чтобы не сломать стол. Вот по слову Божьему, Божьему, ты прям вот так вот кулак поставь, я верю в Слово Божье, я верю Богу, я верю, что в моей жизни все изменится. И начинаете действовать. А действие это означает начинать говорить. Что Давид сказал на поле боя, когда он вышел к Голиафу, это даже не сравнивается. У них были вообще разные категории весовые, всякие, вообще. Давид это муха был против Голиафа, муха, комар, которого просто но Голиаф отличался от Давида тем, что он шел с мечом и копьем, он говорит, Давид, ты против меня идешь с мечом и копьем, а я иду против тебя. Напомните, во имя Господа Саваофа, это Бога войны, Бога воинства небесного. Представьте, я иду, это вера, это когда ты просто реально физически сам одолеть не можешь, но ты говоришь, я иду вместе с войском Бога и тебе сейчас не поздоровиться, это будет самый запоминающийся день твоей жизни, Голиаф. И он, кстати, запомнил, когда он возил своему лоб, вот эти первые доли секунды, у него такая хорошая ясная память произошла, опа, верующие выигрывают, и даже я такой большой, меня все боялись, этот пацан меня выиграл, будьте благословенны, начинай верить, если дьявол тебя спутал по рукам и ногам, он однажды это сделал с Павлом и силой, дьявол спутал этих божьих апостолов, божьих людей по рукам и ногам, запомни, он сердце твое не сможет спутать, начинай хвалить Бога, и цепи, железные цепи будут лопаться на твоих руках, на твоих ногах, клетка, в которую тебя дьявол посадил, там дверь вылетит от такого, от атомного взрыва, вылетит, тюрьма, которая никогда не трясется, вся будет дрожать, и ты поймешь, это сигнал, быстрее выбегай, а то сейчас обрушится на тебя, выбегай из этой тюрьмы, выбегай из этой тюрьмы, это не Божья воля, чтобы ты был в страхе, чтобы ты был скованный, чтобы ты был рабом, выходи на свободу, Иисус тебе в этом поможет, ты же веришь, это не твоя вера, мы не говорим, что ты должен отчаянно верить и сам пытаться что-то сделать, ты же веришь в Иисуса, ты же исповедуешь Слово Божие, ты не один, послушай, даже этот мир, окружающий нас, холодный и жестокий, но в Царстве Божьем, там Божья любовь, там Божьи законы, если ты их поймешь, эти секреты, эти тайны, тебе будут открыты, а это в том случае произойдет, если ты этого будешь хотеть и искать, это тебе будет доступно, то законы земные будут отменяться, диагнозы, которые дьявол тебе будет показывать, тыкать в лицо, видел, 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 что на тебе написано, видел, видел, ты умрешь, ты умрешь, ты умрешь, ты берешь и говоришь ему, с этого момента, до конца моей жизни, ты никогда мне в лицо ничего тыкать не будешь, ты будешь бегать от меня, беглец будешь, как Каин бегал всю жизнь, ты будешь бегать от меня, ты будешь бояться от меня, проблемы будут бояться меня, потому что проблемы я буду искать, и я их буду превращать в чудо, почему бог со мною бог со мною я не один в этом мире не важно в каких я условиях живу бог со мною куда бы я не пошел бог с тобою ты же христианин ты человек книги ты человек писания в тип а тебе там все написано иисус однажды нашел что о нем написано и процитировал это если ты умный человек христианин найти в библии про себя и начни цитировать там про тебя говорится и ты будешь победителем